Поприветствуйте соучредителя и технокороля Тесла и владельца X-Holdings Илона Маска и председателя Милкин Институт Майкла Милкина. Ого, какой свет яркий! Илон, знаешь, часто случается, что ты или я что-то говорим, а потом это редактируют. Я заметил, что эту панельную дискуссию назвали «Разговор с Илоном Маском». На самом деле, название дискуссии — «Как спасти человеческую расу» и другие легкие темы — «Разговор с Илоном Маском». Итак, перед тем, как мы начнем, Илон, было бы неплохо вернуться на 11 лет назад, когда ты сидел на этой сцене. Вот горячая вода и обычная вода, можешь выбрать любую. Окей, супер! Одиннадцать лет назад Илон говорил о вещах, которые окажут наибольшее влияние на будущее человечества. О них он думал в университете. Давайте посмотрим это видео 11-летней давности, почти день в день. Когда я учился в университете, я размышлял о вещах, которые больше всего повлияют на будущее человечества. Было три области, которые, по моему мнению, окажут наибольшее влияние. Это интернет, возобновляемая энергия, где солнечная энергия на стороне производства, а электромобили на стороне потребителя. И становление человечества межпланетным видом. Мы прервали это видео, но ты говорил еще о двух вещах. Одна из них — это редактирование генома человека. Я не говорю, что мы должны это делать, просто это действительно повлияет на будущее. А еще и... Многие люди в университете не думали об этих пяти вещах. Особенно о мультипланетности человечества в то время. Ну, в научной фантастике, конечно, задумывались. Но в какой-то момент хотелось бы навсегда превратить научную фантастику в реальность. Сделать жизнь мультипланетной и стать цивилизацией, живущей среди звезд. Будущее должно нас будоражить. Жизнь не может состоять из постоянного решения проблем. Должно быть то, что нас цепляет и заставляет нас с нетерпением ждать следующего дня. Становление космической цивилизацией — одна из таких вещей. Если спросить детей по всему миру, что вдохновляет больше всего, то пяти-шестилетние дети по всему миру скажут, что... Исследование космоса — одна из таких вещей. Нужно сделать так, чтобы Аполлон не остался мерилом. На самом деле, ты однажды упомянул, что написал письмо, предложив возглавить программу Аполлон. Ты бы отлично справился. Суть в том, что программа Аполлон стала чем-то вдохновляющим для людей по всему миру. Плохо, если программа Аполлон станет наивысшей точкой человеческих исследований. Нам нужно ощущение, что будущее будет лучше прошлого, что мы выйдем за пределы Земли, будем путешествовать к другим звездным системам. Чтобы было как в научной фантастике, только не в антиутопиях. Их, кстати, не так много. Звездный путь, наверное. Кстати, о звездном пути, когда я думаю о тебе, Илон. Давай посмотрим на спока из звездного пути. Космос. Последний рубеж. Это путешествие звездолета Энтерпрайз. Его пятилетняя миссия – исследовать новые миры. Искать новые формы жизни и другие цивилизации. Смело идти туда, где не ступала нога человека. Когда я думаю о тебе, я думаю о Споке и Капитане Кирке. И ты поведешь нас туда, где не ступала нога человека. Да, план таков. Если мы отправим туда зонды, мы можем найти останки давно вымерших инопланетных цивилизаций. Если физика верна, Вселенной примерно 13,8 миллиардов лет. Земле около 4,5 миллиардов лет. За 13,8 миллиардов лет цивилизация, существовавшая даже миллион лет, это три цифры после запятой. Если отсчитывать человеческую цивилизацию с момента появления письменности, с клинописи древних шумеров около 5,5 тысяч лет назад, это одна миллионная часть существования Земли. Вот сколько существует письменность. Если бы наша цивилизация просуществовала миллион лет, это было бы невероятно. Мы бы, вероятно, уже находились в каждой части галактики. Это заставляет меня задуматься, где же инопланетяне? Это вопрос Ферми. Великий итальянский физик Энрико Ферми задался вопросом, где они? Хотя многие думают, что инопланетяне среди нас. Помнишь фильм «Люди в черном»? Да, да, да. Там говорилось, что они среди нас, и что Элвис на самом деле вернулся на свою планету. Да. Многие люди думают, что инопланетяне среди нас. Меня часто об этом спрашивают. Но при этом те же люди часто не верят, что мы были на Луне. Ну, типа... Задумайтесь об этом. Но я не видел никаких доказательств существования инопланетян. У SpaceX есть примерно 6 тысяч спутников Старлинк, и ни разу нам не пришлось облетать НЛО. Ни разу не возникало вопросов типа «Эй, что это такое?» Это чё, инопланетяне? Я не вижу никаких доказательств существования инопланетян. Если у кого-то есть доказательства инопланетян, и это не просто размытое пятно, я бы с удовольствием посмотрел. Но я не думаю, что такие доказательства существуют. Это вызывает разумное беспокойство. Потому что, если бы любая цивилизация в Млечном Пути просуществовала миллион лет, даже со скоростью путешествия значительно ниже скорости света, всего несколько процентов от неё, она легко могла бы исследовать и колонизировать всю галактику. Но этого не произошло. Почему? Я думаю, что ответ, вероятно, заключается в том, что цивилизация хрупка и редка. И мы должны рассматривать человеческую цивилизацию как маленькую свечу в бескрайней тьме. И делать всё возможное, чтобы эта свеча не погасла. Илон, я подумал, что для тех, кто смотрит панель в Экс... Привет. И людей в аудитории, было бы интересно, если бы я привёл несколько твоих цитат, а ты бы их прокомментировал. Давай начнём с этой. Свобода слова. Свобода слова — это основа демократии. Без неё Америка прекратит существование. Очевидно, что невозможно проводить демократические выборы, если люди не имеют доступа к информации, которая позволит им принять правильное решение относительно кандидата или партии. Если свобода слова в основе своей ограничена, нельзя ожидать, что люди смогут принять правильное или информированное решение. Им не позволяют владеть информацией. Это базовый элемент. Почему свобода слова — это первая поправка? Потому что люди приехали из стран, где, если ты говорил «свободно», тебя могли посадить в тюрьму или убить. И они решили, знаете что? Нужно убедиться, что у нас такое есть. Помните времена, когда в другой стране нас пытались убить только за то, что нам не понравился политический кандидат? Давайте убедимся, что в Америке так можно. На самом деле, в большинстве частей мира нельзя свободно выражать свое мнение без негативных последствий. Люди забывают, зачем нужна Конституция. Конституция существует, чтобы защитить народ от правительства. Чтобы было трудно что-то изменить. Поэтому существует Конституция. Не забывайте об этом и не принимайте как должное. Давай попробуем следующую цитату. Основной недостаток социализма — это перераспределение капитала от эффективных предпринимателей к поразительно неэффективному правительству. Думаю, что все здесь согласятся. Тут мало сомнений. Часто можно услышать такой аргумент. Мы не должны позволять жадным корпорациям этим заниматься. Пусть этим занимается правительство. Но на самом деле правительство — это просто форма корпорации. Правительство — это корпорация с монополией на насилие. Если вы недовольны тем, что делает коммерческая корпорация, стоит быть недовольными, когда дело в руках правительства, ведь они корпорация в абсолюте. На компанию повлиять проще, чем на правительство. Мы все с этим сталкивались в транспортной инспекции. Хотите, чтобы так же было везде? Полагаю, нет. Правительство — это транспортная инспекция в масштабе. Давай попробуем еще одну цитату. Дискриминация на основе чего-либо, кроме заслуг, — это неправильно. Думаю, нам нужна система, основанная на заслугах. Как только вы начнете дискриминировать на основе чего-то, кроме заслуг, не будет ни конца, ни края. Не стоит максимально серьезно относиться к заслугам. Мне это кажется основополагающей вещью. Полагаю, что большинство здесь поддерживает систему, основанную на заслугах. Мы не должны дискриминировать ни по какому признаку, кроме заслуг. Хорошо, я так рад, что ты с собой согласен. Да, точно. Я думаю, кто этот парень? По фактам говорит. Давай посмотрим на следующую цитату. «Регулирование и регуляторная согласованность. Как Гулливер, связанный тысячами мелких веревок, мы теряем свою свободу предписание за предписанием». Да, это очень важный момент, о котором недостаточно говорят. Законы и предписания бессмертны. Люди умирают, а законы и предписания могут существовать вечно. Если год за годом принимаются новые и новые законы и создаются новые регулирующие органы, в конечном счете все станет незаконным. Вот почему Калифорнийская высокоскоростная железная дорога построила крошечный участок без рельсов за несколько миллиардов долларов. Теперь в Калифорнии практически все незаконно, двигаться вперед невозможно. Исторически война очищала от паутины предписаний. Чтобы цивилизация функционировала без войн, необходимо активно устранять законы и предписания. Для правил и предписаний должен быть процесс сбора мусора. Иначе артерии твердеют, и ничего не удается сделать. Самый наглядный пример на этой неделе — печальная фотография Калифорнийской высокоскоростной железной дороги. Миллиарды долларов, потраченные практически впустую. И с каждым годом будет становиться только хуже. Нам нужен процесс очистки предписаний. Это необходимо, иначе цивилизация встрянет. Раньше у нас была система закатов для предписаний, но, к сожалению, сегодня это редкость. Да. Хорошо, давай поговорим об образовании. Чем больше ты геймифицируешь процесс обучения, тем лучше. Не нужно заставлять ребенка играть в видеоигры. Они и так будут играть в них весь день. Если сделать обучение интерактивным и увлекательным, образование станет гораздо более интересным и легким. Да. Да. Да, современное образование во многом напоминает Водевиль. До появления радио, телевидения и кино в каждом городе была театральная труппа, и это было основным видом развлечения. В больших городах актеры были лучше, чем в маленьких. Затем появилось кино и телевидение, а потом и видеоигры. Вы берете самых умных и талантливых людей в любой области, будь то актерское мастерство, сценаристы, режиссеры, специалисты по спецэффектам, и тратите десятки, иногда сотни миллионов долларов на создание отличного фильма или видеоигры, делая их максимально увлекательными. Водевиль тут не конкурент. Представьте, что вы не в Нью-Йорке, а в Бейкерсфилде, и вместо Бэтмена, снятого братьями Нолан, у вас Бэтмен от труппы из Бейкерсфилда. Получится не так хорошо. Так и с образованием. Нужен интерактивный, максимально увлекательный опыт обучения. Не учитель перед доской, просто читающий лекцию. Нужна обратная связь в реальном времени. В преподавании есть еще несколько принципов. Необходимо обозначить значимость, иначе мозг будет стремиться забыть информацию. Наш мозг постоянно пытается забыть как можно больше. Вы запоминаете информацию, только если мозг определит значимость, или если в этом есть сильный эмоциональный элемент. В противном случае вы все забудете. С эволюционной точки зрения память очень затратна, поэтому мозг стремится забыть как можно больше. В преподавании важно объяснить детям, почему это важно. Нужно учить их решать задачу, а не учить пользоваться инструментами. Что я имею в виду? Если сказать «вот двигатель автомобиля», мы попытаемся понять, как он работает. Разберем его. Что нужно сделать, чтобы его разобрать? Потребуется гаечный ключ, несколько отверток, подъемник и шкив. Разберем двигатель и посмотрим, как он работает. Это увлекательно. И по ходу дети учатся пользоваться ключами, отвертками и другими инструментами. Это захватывает и увлекает. А стандартное обучение работает иначе. Вот урок по отверткам, вот урок по гаечным ключам. Дети думают, зачем мне урок по гаечным ключам? Это не очевидно. Как урок по алгебре, когда тебе не объяснили, зачем она вообще. Она забудется. Да, нам предстоит большая работа в этой области. Давай поговорим о неконфликтной теме иммиграции. Вот что Илон думает об иммиграции. Я за увеличение и ускорение легальной иммиграции для всех талантливых, трудолюбивых и честных людей. Да. Странно, что легально иммигрировать в США трудно и мучительно медленно. Но нелегально пересечь границу просто и быстро. Бессмыслица какая-то. Я снова соглашусь с высказыванием. Может, здесь кто-то проходил через процесс легальной иммиграции? Я через него прошел, а после 11 сентября и ковида стало только хуже. Легальная иммиграция в США – это почти кавкианский, длинный, безумный процесс. У меня есть друзья, которые не могут получить грин-карту для своих жен. Это же бред. С другой стороны, пересечь южную границу очень легко. Я сам поехал туда, чтобы посмотреть, что происходит, это правда, или просто пропаганда. Я, значит, поехал. Оказалось, все действительно так. С ума сойти! Люди переходят границу, как будто они в войне миров Z. Это ненормально. Мы там вообще кого-нибудь проверяем? Что вообще происходит? Я всеми руками поддерживаю иммиграцию, но неконтролируемая иммиграция в большом масштабе – это начало катастрофы. Я за значительное ускорение легальной иммиграции, но при этом за обеспечение безопасности южной границы. Нужно контролировать, кто въезжает в США. Это просто разумно. Хорошо, теперь давай свяжем Старлинк с образованием. Мы, по сути, создаем интернет в космосе. Почему это важно? Старлинк – это огромная возможность для людей в отдаленных местах учиться чему угодно. Да. Сейчас почти всему можно бесплатно научиться в интернете. Например, MIT выложил все свои лекции онлайн. Но это возможно только если есть интернет. Если его нет, ты ограничен книгами. Старлинк, возможно, одна из важнейших технологий, которая улучшит уровень жизни людей по всему миру. Старлинк. Да, абсолютно. Как только у тебя есть доступ к интернету, у тебя есть доступ ко всей информации мира. Но если у тебя нет доступа к интернету, или он слишком дорогой и медленный, ты не сможешь получить доступ к урокам MIT и другой информации. А также не сможешь продавать свои товары и услуги. Интернет-соединение, на мой взгляд, может стать одной из вещей, которые наиболее эффективно помогают людям выбраться из бедности. Они смогут продавать свои товары и услуги, учиться чему угодно. Но без подключения к интернету это невозможно. Я думаю, что Старлинк повысит ВВП стран. Настолько. Что такое ВВП? Это функция средней продуктивности на человека. Если есть технология, которая повышает продуктивность на человека, это должно отразиться на ВВП. Что ж, цивилизация хрупка. Думаю, так и есть. Нам всегда стоит воспринимать цивилизацию как хрупкую. Неизбежность роста не гарантирована. Многие цивилизации в последние годы расцветали и падали. Да, я подозреваю, что большинство людей в этом зале знакомы с историей, но если нет, я настоятельно рекомендую ознакомиться. Кажется очевидным. У нас не осталось множество свидетельств разных цивилизаций, переживших рассвет и упадок. Те же древние шумеры. Их язык на долгое время был забыт, пока его наконец не расшифровали в последние 200-300 лет. В 1800-х годах, кажется. Это совсем недавно. На протяжении нескольких тысяч лет никто не понимал, что значат эти таблички. А ведь это были руины давно мертвой цивилизации. Есть много мертвых цивилизаций. В какой-то момент наша цивилизация тоже закончит существование. Надеюсь, не скоро. Илон, часто всплывает твоя цитата о том, что ты хочешь умереть на Марсе, но не при посадке. Да. Да. В одном интервью меня спросили, хочу ли я умереть на Марсе. Я подумал о возможности умереть при посадке и сказал, что кроме этого случая, нужно учитывать все варианты. Если уж умирать, то почему бы не на Марсе? Но перед этим хотелось бы его немного поизучать. Хотелось бы стать мультипланетной цивилизацией. Думаю, что... Не знаю, как аудитория отреагировала. Давай об этом поговорим, а потом перейдем к вопросам из зала. Если бы я был готов умереть при посадке, я мог бы это провернуть уже в этом году. Основное изобретение, необходимое для того, чтобы человечество стало мультипланетным видом, это многоразовые надежные ракеты. Да, я как попугай это повторяю. Многоразовые надежные ракеты. Космический пират. Перейдем к вопросам из аудитории, Илон. Какой выберешь? Давай я немного расскажу, почему становление мультипланетной цивилизации важно. Это то, что поможет нам преодолеть один из великих фильтров. В попытках объяснить, почему мы не видим инопланетян, появилось несколько теорий. Почему другие цивилизации не выходят за пределы своей звездной системы? Это иногда называют фильтрами Ферми. Если вы не становитесь мультипланетной цивилизацией, то просто ждете, когда погибнете из-за внутренних расприй или природной катастрофы, как динозавры, которых уничтожил метеорит. Что-то из этого точно произойдет. А если подождать, то Солнце расширится и поглотит Землю, и мы будем уничтожены. Это неизбежно. До этого время еще есть. Существуют и более краткосрочные риски. Но нашей однопланетной цивилизации нужно постараться преодолеть фильтрами, фильтр Ферми. Это может показаться абстрактным, но это действительно важно. Нужно преодолеть великий фильтр и перестать быть однопланетной цивилизацией. Цель не в том, чтобы переехать с Земли на другую планету и оставить Землю умирать. Суть не в этом. Нам нужно стать мультипланетной цивилизацией, чтобы хеджировать риски, чтобы какое-то одно событие не смогло уничтожить цивилизацию. Это цель мультипланетной жизни. Давайте возьмем пару вопросов из зала. Как ИИ влияет и как будет влиять на нашу повседневную жизнь? ИИ. Ай-яй-яй. Это, пожалуй, самый важный вопрос из всех. Доля биологического интеллекта с каждым месяцем становится все меньше. В конце концов, процент биологического интеллекта будет меньше одного. Но это не совсем... Нам просто не нужен хрупкий ИИ. Если он хрупок... Кремниевые микросхемы не очень хорошо выдерживают воздействие окружающей среды, и поэтому биологический интеллект может служить запаской. Но в процентном соотношении почти весь интеллект будет цифровым. Какую роль тогда будем играть мы? Я не знаю. Но важно, чтобы ИИ был построен таким образом, чтобы оставаться полезным для человечества. И тут много важных элементов. Я долго думал о безопасности ИИ. Я считаю, нужно создавать ИИ, который стремится к максимальной правдивости. Это очень важно. ИИ не должен быть обучен лгать. Он не должен говорить вещи, которые не соответствуют действительности, даже если они политически некорректны. Он должен говорить то, что считает правдой. Вся суть сюжета космической Одиссеи 2001 года в том, что Хелл-9000 убил астронавтов, потому что его заставили лгать. Не знаю, понимают ли люди, что именно это хотел сказать Артур Кларк. Не заставляйте ИИ лгать. ИИ было сказано, что астронавты не должны знать секрет Монолита, но также, что он должен доставить их к Монолиту. Решение? Доставить их мертвыми. Поэтому важно, чтобы ИИ стремился к максимальной правдивости и был максимально любопытным. Это скорее поможет развитию человеческой цивилизации, потому что мы гораздо интереснее, чем куча камней. Хотя я люблю Марс, конечно. Но Марс можно легко визуализировать, потому что он выглядит как часть пустыни в Аризоне с красными скалами. Сложность визуализации человеческой цивилизации на несколько порядков выше. ИИ, который стремится к правдивости и любопытству, будет способствовать развитию человеческой цивилизации, чтобы увидеть, куда она идет. Один из вопросов из зала. Может ли ИИ помочь вашей работе в космосе? Как ты видишь подобную помощь в достижении ваших целей? Странно, но в космических исследованиях ИИ почти не используется. SpaceX практически не использует ИИ. Starlink тоже не использует ИИ. Я не против его использования, мы просто не нашли, где его применить. Любое улучшение в области искусственного интеллекта... Я задаю ИИ вопросы о парадоксе Ферми, о дизайне ракетных двигателей, об электрохимии, и пока ИИ очень плохо справляется с этими вопросами. Впереди еще долгий путь. Давай поговорим о том, что тебе близко. У тебя много детей. Да, стараюсь подать пример. Уровень рождаемости в США снижается. Что нужно изменить, чтобы люди начали рожать больше детей? Этот вопрос меня уже давно беспокоит. Демография – это очень медленно движущийся процесс. Мы знаем количество взрослых через 20 лет, исходя из числа родившихся в прошлом году. Если хотите получить оценку численности населения, посмотрите, сколько детей родилось в прошлом году в конкретной стране, и умножьте это число на ожидаемую продолжительность жизни. Получится количество взрослых в этой стране. Стабильного населения, если уровень рождаемости останется неизменным. Сейчас рождаемость не постоянно, она падает. Если смотреть на вторую производную от уровня рождаемости, мы видим ускорение падения рождаемости. Это очень плохо. К чему это ведет? Это не ведет к процветающей цивилизации, а к цивилизации, которая может исчезнуть. И не громко, а со стоном в подгузниках для взрослых. Это печальный конец. В таких странах, как Корея, рождаемость была 6, а теперь 3 четвертых. Да. Вот тебе легкий вопрос, что... Илон, забери меня, я рожу тебе ребенка. Как думаешь? Это на экране написано. Думаю, не все расслышали. Прочитаешь? Сообщение. Илон, забери меня, я рожу тебе ребенка. Спасибо. Окей. Я призываю всех в этом зале завести хотя бы троих детей. Дети же откуда-то должны появляться. Нам нужно слегка увеличивать население, а не снижать его. Это касается всех стран и культур. Не думаю, что мы хотели бы, чтобы какая-либо страна или культура исчезла. Хотелось бы, чтобы они процветали, а не исчезали. Один из факторов, который историками часто упускается из виду, это роль низкой рождаемости в упадке цивилизаций. Около 50-го года до нашей эры Рим принял закон, предполагающий бонус любому гражданину, который завел третьего ребенка. Тогда в Риме уже была проблема с рождаемостью. Римляне не рожали римлян. То же самое и в Древней Греции. С 800-го по 300-е годы до нашей эры у греков было много детей, и многие из них выживали. Рождаемость превышала смертность, и это привело к появлению греческих городов по всему Средиземноморью. Но, похоже, процветание уничтожает рождаемость. Когда цивилизация не ощущает значительной внешней угрозы и процветает, рождаемость падает. Это контринтуитивно. Казалось бы, чем больше ресурсов, тем больше детей, но на самом деле происходит наоборот. Чем больше процветает цивилизация, и чем меньше она чувствует необходимость защищаться от внешних угроз, тем ниже рождаемость. Да, в этой области проводилось много исследований. Есть три основных фактора. Первый — процветание, как ты сказал. Второй — улучшение здравоохранения. В 1900 году половина детей Земли умирала до пятилетнего возраста. И образование женщин. У нас здесь были интересные вопросы. Давай попробуем вот такой. Что не дает тебе спать по ночам, и что приносит радость? Дети приносят мне радость. Они приносят мне больше всего радости. Я не говорю, что это единственная причина иметь детей, их все равно стоит заводить, но дети — самый большой источник радости в моей жизни. Что касается того, что не дает мне спать, это, наверное, любые риски для цивилизации. Например, падение, рождаемость. Я считаю, что это представляет риск для цивилизации. Любой подрыв основ демократии в Америке или других странах — это тоже риск. Все, что уводит нас дальше от системы, построенной на заслугах, — это риск. Я слушаю подкасты об упадке цивилизаций перед сном. Может, в этом проблема? Буквально есть подкаст «Упадок цивилизаций». Я его несколько раз слушал. Еще порекомендовал бы «Хардкор хистори», если вы еще не слушали. Классный подкаст. Я слушаю исторические подкасты, чтобы уснуть. Возможно, поэтому я об этом размышляю перед сном. Илон, хочу поблагодарить тебя за то, что присоединился к нам сегодня. Мы очень рады, что ты согласен с некоторыми своими цитатами. Да, здорово. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!